Этот новый вертолет США меняет ход событий в небе. Знаете ли вы, что Соединенные Штаты Америки стали первыми, кто начал производить боевые вертолеты? Известно ли вам, что американские винтокрылые машины стабильно входят в десятку самых лучших боевых машин в мире? Сегодня я расскажу вам о самом дорогом вертолете США стоимостью в миллиарды долларов. Вы готовы? Тогда поехали! Рейдер-Х обладает множеством функций, включая сбор разведывательных данных и быструю реакцию на возникающие угрозы. Эти возможности значительно повышают потенциал армии в обнаружении угроз на дальнем расстоянии. 25 марта 2020 года военные начали реализацию проектов Рейдер-Х и Белл-360 Инвиктос. План предусматривал создание и испытание летных прототипов к 2020 году. Также проведение демонстрационного полета осенью 2023 года. К тому времени, к февралю 2020 года, компания Sikorsky уже приступила к строительству прототипа Рейдер-Х. Рейдер-Х, созданный в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft, использует мощный двигатель General Electric T-901, разработанный в рамках программы усовершенствованных турбинных двигателей для применения на современных и перспективных вертолетах. Опираясь на характеристики предшественников, таких как S-97 и X-2, можно ожидать, что максимальная скорость Рейдер-Х превысит 285 миль в час, 460 км в час. Ожидается, что он сможет работать на высоте свыше 9000 футов, 2700 метров. При этом масса аппарата составит около 14000 фунтов, 6400 килограммов. За разработку и производство корпуса отвечает компания Swift Engineering. Экипажная кабина имеет два отдельных кресла вместо традиционного тандема, характерного для американских боевых вертолетов. Вооружение и датчики интегрированы в конструкцию с использованием модульной системы, что позволяет адаптироваться к будущим технологиям и предотвратить моральное устаревание. Однако 8 февраля 2024 года американские военные объявили о прекращении программы Future Attack Reconnaissance Aircraft нового поколения, сменив возможную многомиллиардную сделку и поставив под угрозу долгосрочное развитие авиации и вооруженных сил. Несмотря на то, что Пентагон уже вложил в проект порядка двух миллиардов долларов и запрашивал дополнительные средства на следующие пять лет, программа была свернута. В итоге, Raider X был представлен в апреле 2024 года. Однако Сикорский решила не продолжать летные испытания, остановившись на дальнейших тестированиях двигателя. H1Z Viper – многоцелевой ударный вертолет, разработанный компанией Bell на основе модели H1W Super Cobra. Основное назначение H1Z заключается в обеспечении огневой поддержки пехотных подразделений на поле боя, а также сопровождении десантных вертолетов во время их миссии. Первый полет прототипа состоялся в декабре 2000 года. Модернизированные двигатели, новый четырехлопастный композитный ротор, передовая авионика и система ночного видения NTS делают AH1Z эффективным инструментом ведения боевых действий даже в условиях ограниченной видимости и сложных погодных условиях. Пилоты вертолета используют удобные многофункциональные жидкокристаллические дисплеи размером 6 на 8 дюймов для отображения информации. Инфракрасная обзорная система FLIR третьего поколения позволяет оператору точно идентифицировать цели на расстоянии 5 миль. Эта система является ключевым компонентом обзорно-прицельного комплекса TSS, включающего также цветную телевизионную систему низкого уровня, тронно-оптическое усиление изображения, лазерный дальномер и лазерный целеуказатель. Броня NOROK защищает экипаж от стрелкового оружия, обеспечивая безопасность в бою. Боевой радиус действия AH1Z составляет 124 мили. Арсенал AH1Z разнообразен и включает в себя трехствольную пушку 197 вулкан калибра 0,8 дюйма с запасом 750 снарядов, управляемую через прицельный механизм, встроенный в шлем пилота. Под крыльями вертолета установлены четыре узла подвески, позволяющие размещать различные виды вооружения, такие как противотанковые ракеты BGM-71 TOW, ракеты Hellfire, неуправляемые ракеты калибра 2,76 дюйма, бомбы GBU-55B, реактивные бомбы ZUNI, контейнеры с шестизарядным пулеметом M134 миниган калибра 0,3 дюйма. Дополнительно на концах крыльев могут размещаться управляемые ракеты класса воздух-воздух. AIM-99L Sidewinder или противолокационные ракеты Sidearm. Стоимость одного вертолета AAS-1Z составляет 31 миллион долларов, что ставит его в число наиболее дорогостоящих машин в арсенале США. Проект американского военного вертолета Bell RH-70 Arapaho был инициирован компанией Bell Helicopter в 2006 году. Разработка легкого многоцелевого вертолета началась двумя годами ранее, в 2004. Чтобы сократить затраты на проект, специалисты компании предложили взять за основу конструкцию успешной гражданской модели Bell 407. Одной из ключевых проблем вертолета стала его низкая управляемость при посадке на небольшие площадки, несмотря на хорошую маневренность. Из-за этих недостатков пилотам требовались высокие навыки, что сделало использование данной модели в регулярных войсках США затруднительным. В результате конструкторы из Bell Helicopter решили модернизировать и улучшить вертолет. Впоследствии были созданы еще три прототипа RH-70 Arapaho, но ни один из них так и не соответствовал необходимым техническим параметрам. В конечном счете проект был закрыт. Однако в 2014 году появились неподтвержденные слухи о возобновлении работ над этим военным вертолетом. Хотя ни руководство Bell Helicopter, ни американские военные власти официально эти сообщения не подтвердили. По заявленным тактико-техническим характеристикам, вертолет RH-70 Arapaho мог быть оснащен следующим вооружением. Крупнокалиберный пулемет калибра 0,5 дюйма для поражения живой силы и легкой бронетехники. Два блока неуправляемых ракет для уничтожения тяжелой бронетехники и скоплений вражеской пехоты. Кроме того, вертолет мог перевозить 8 человек, включая двух пилотов и шестерых солдат. Или эквивалентное по массе грузовое оборудование, что делало его универсальным средством транспортировки. Силовой установкой вертолета служил газотурбинный двигатель Honeywell HTS 902 мощностью 970 л.с., позволяющий машине развивать скорость до 162 миль в час и преодолевать расстояние до 186 миль. Эти и другие вертолеты я описал в моем телеграм-канале Необычная Америка, в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Заходите, читайте и подписывайтесь. Сикорский H-34 – легкий многоцелевой военный вертолет, разработанный компанией Sikorsky Aircraft. Его серийное производство началось в 1954 году и продолжалось до 1970-го. Основной задачей вертолета было выполнение противолодочных операций. Для этой цели он оснащался пулеметами, комплектом неуправляемых ракет и мог сбрасывать глубинные бомбы. Однако в роли противолодочной машины этот вертолет не получил широкого распространения. Вместо этого он активно применялся вплоть до середины 1980-х годов в качестве воздушного судна огневой поддержки, а также для проведения поисковых и спасательных операций и разведки. Благодаря своей многофункциональности вертолет Sikorsky H-34 нашел свое место и в гражданской авиации. Хотя всего было произведено 2108 экземпляров, сегодня в эксплуатации осталось примерно 50 машин, большинство из которых задействованы именно в гражданских целях. При необходимости вертолет Sikorsky H-34 может выполнять функции легкого транспортного самолета, транспортируя до 3748 фунтов полезной нагрузки или до 18 пассажиров без оружия на борту. Изначально он создавался как средство воздушного подавления противника благодаря хорошей бронезащите, но с развитием современного оборонительного вооружения стал менее эффективным, хотя все еще использовался для патрулирования. Силовая установка вертолета представлена одним поршневым радиальным двигателем Wright. 1820-84, мощностью 1525 лошадиных сил, что обеспечивает высокую грузоподъемность. Максимальная скорость полета составляет 173 мили, однако дальность полета ограничена и достигает всего 183 мили, в зависимости от веса перевозимого груза. За годы выпуска вертолет Sikorsky H-34 производился в более чем 50 различных модификациях, многие из которых имели ограниченное производство и предназначались для специализированных задач. Команж-2 Sea Sprite — американский многоцелевой вертолет, разработка которого началась в 1956 году по инициативе военно-морских сил США. Компания Common Aircraft завершила проектирование вертолета в 1959 году. Основной задачей этого воздушного судна была борьба с подводными лодками противника, а также выполнение других миссий, таких как поисково-спасательные операции, транспортировка небольших групп людей или грузов. Вертолет Команж-2 Sea Sprite обладает крупными габаритами, что несколько снижает его маневренность. Однако, поскольку этот вертолет не предназначен для борьбы с быстрыми целями, данный аспект не оказал значительного влияния на его популярность у американских военных. Помимо основной задачи обнаружения и уничтожения подводных лодок, вертолет Коман Сэш-2 Sea Sprite может использоваться и в качестве боевой единицы или средства воздушной поддержки. В состав его вооружения входят два пулемета калибра 0,3 дюйма, комплекты противокорабельных ракет, противолодочные торпеды. Этот вертолет способен перевозить до 3968 фунтов полезного груза, что делает его пригодным для выполнения транспортных задач. Также на борту могут находиться 7 человек, включая трех членов экипажа и четырех дополнительных пассажиров, хотя для перевозки людей он практически не использовался. Силовая установка вертолета Коман Сэш-2 Sea Sprite представляет собой газотурбинный двигатель General Electric T-58GA8B, развивающий мощность в 1525 лошадиных сил. Это позволяет вертолету развивать скорость до 275 км в час и преодолевать расстояние до 670 миль в зависимости от конкретной версии и условий эксплуатации. Независимо от того, где вы находитесь, в небе или на земле, важно соблюдать правила движения. Если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки. Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Bell AH-1 Cobra Белл ААш-1 Кобра — американский боевой вертолет, разработанный корпорацией Белл Хеликоптер в 1965 году. Работы над проектом начались в 1962 году и спустя всего три года в 1965 состоялся первый испытательный полет прототипа. В 1967 году после успешного завершения испытаний вертолет поступил в серийное производство, где остается и по сей день благодаря своим выдающимся боевым характеристикам. Вооружение вертолета варьируется в зависимости от модификации и включает два спаренных пулемета калибра 0,3 дюйма для борьбы с живой силой и легкими бронированными целями, две ракетные установки для обеспечения огневой поддержки с воздуха или атаки бронированной техники противника, одну автоматическую авиационную пушку калибра 0,8 дюйм для поражения легких бронированных целей или воздушных средств. Экипаж вертолета состоит из двух человек — пилота и стрелка. Силовая установка вертолета Белл AH-1 Cobra оснащена газотурбинным двигателем Lecoming T-53L-13, который развивает тягу в 1100 лошадиных сил. Это позволяет вертолету развивать максимальную скорость до 217 миль в час и преодолевать расстояние до 357 миль. Lockheed AH-56 Cheyenne — американский боевой ударный вертолет, разработанный корпорацией Lockheed Corporation в 1967 году. Разработка вертолета началась в начале 1960-х годов, когда вооруженным силам США потребовалось эффективное и доступное боевое воздушное судно. Первые испытания вертолета прошли в сентябре 1967 года. Модель Lockheed AH-56 Cheyenne обладает хорошими летно-боевыми характеристиками, однако ее крупные размеры снижают маневренность, что иногда затрудняло успешное противостояние крупным силам противника. Вооружение вертолета включает гранатомет 1,6 дюйма, пулемет калибра 0,3 дюйма, автоматическую авиационную пушку 1,2 дюйма, комплект неуправляемых ракет для поражения наземных целей, комплект управляемых ракет для борьбы с наземными целями. Паш вертолета состоит из двух человек — пилота и стрелка. Поскольку вертолет относится к классу боевых ударных машин, перевозка людей и грузов на его борту невозможна. Силовая установка вертолета Lockheed H-56 Cheyenne представлена газотурбинным двигателем General Electric T-64 GE16 мощностью 3925 лошадиных сил. Это позволяет вертолету развивать максимальную скорость до 242 миль. Максимальная дальность полета составляет 1224 мили, 1970 километров, что обеспечивало значительный радиус действия и являлось важным преимуществом этого летательного аппарата. Хотя проект был вскоре отменен, было произведено 10 экземпляров этого ударного вертолета. Сегодня они являются частью музейных коллекций. Удивительно, что во время Второй мировой войны вертолеты еще не играли роль ударной боевой силы. Активные исследования и разработки в области вертолетостроения в США начались только во второй половине 20 века. Гонка вооружений с СССР стимулировала значительные инвестиции в создание новых видов боевой техники. И американские конструкторы представили миру ряд выдающихся моделей винтокрылых машин. А на сегодня это все. Всем пока-пока.